Перед нами школьники Одинцовского района. Но только на этот раз вместо учебников у них автоматы, вместо парт самодельные укрытия, а вместо школьной столовой полевая кухня. Армейская подготовка теперь неотъемлемая часть их образовательной программы. В этот раз благодаря предоставленной возможности, конкретно главным управлением по работе с личным составом Министерства обороны, которое курирует это замечательное произведение искусств, как парк культуры и отдыха Министерства обороны «Патриот», у нас появилась возможность провести второй этап юнормейских тренингов, семинаров по военной подготовке юнормейцев Одинцовского района. Первый этап мы проводили месяц назад на базе одной из школ нашего района, а в этот раз в таких красивых условиях появилась возможность это организовать. На территории Центра военно-тактических игр «Парка Патриот» развернулось несколько тематических площадок. На них за зачетное время команды преодолевали различные препятствия, разбирали и собирали автоматы, сдавали нормативы по стрельбе, метанию гранат, демонстрировали свои знания в области оказания первой медицинской помощи. Многие школьники впервые столкнулись с военным делом, и им с трудом давалось выполнение предложенных заданий. А вот для тех, кто состоит в рядах юнормейцев, подобные испытания – дело привычное. Меня научили командовать, в роли командира побыть. Мы там готовимся к реконструкциям, разбираем, собираем АК-47, снаряжаем, разряжаем магазины, готовимся к реконструкциям, рекопашный бой, штыковая полоса есть, еще строевая подготовка. Мне тут очень нравится, я обучаюсь здесь дисциплине, метание гранат, метание ножей, стрельбы. Я тут 4 месяца, я научился собирать и разбирать АК-74, умею кидать гранаты, умею делать падения. Сейчас в Московской области насчитывается порядка 10 тысяч юнормейцев, однако самыми активными и подготовленными признаны именно Одинцовские отряды. Вот так системно, именно системно, когда постоянно, через определенное количество месяцев, по определенной программе учебной, получается только у нас в Одинцовском районе вот так массово, все школы района, выделив своих юнормейцев из основных отрядов, благодаря помощи администрации района, именно они нам выделили транспорт автобусный, мы смогли второй раз организовать вот в таком масштабе вот эти тренинги. Кстати, первые юнормейские отряды района были созданы именно здесь, в Кубинке. Здесь, на территории парка «Патриот», школьников Одинцовского района обучают основным армейским навыкам. Стрелять, строить укрытия, оказывать первую медицинскую помощь, метать гранаты. Зачем это нужно парням, понятно. А вот почему прекрасный пол вступает в ряды юнормии, мы сейчас узнаем. Здравствуйте, скажите, зачем это нужно девушкам? Для укрепления физической нагрузки, для укрепления стойкости духа. Также я хочу поступить в военном училище, поэтому мне это надо. Чтобы женщины не считали слабыми и беззащитными. Девушка становится более устойчива к разным ситуациям. На соревнованиях девушки смогли проявить себя с лучшей стороны. И, судя по результатам, они не только не отстают от парней по многим дисциплинам, но и опережают их. Когда-то очень много махровых лет назад, когда я только начинал свою спортивную деятельность как тренера, вот первые мои мастера спорта по единоборству, одному из видов, стали, четыре первых, стали девочки. Не мальчики, а девочки стали. Поэтому вполне нормально. Конечно, где-то с чем-то я не согласен, ну что же делать. Раз жизнь такая, и девушки становятся намного суровее. Второй соревновательный этап юнормейской подготовки завершился торжественной частью, где всем участникам вручили памятные сертификаты и грамоты. О победителях говорить пока рано. Финальный этап военной эстафеты еще впереди. Он пройдет в марте в виде грандиозного юнормейского фестиваля. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».